Мы знаем, кто стоит за переполохом в Кызылом поле, заявил президент во время встречи с жителями Балыкчи, отметив, что создание такого переполоха во время подготовки к торсезону можно оценить как злостное действие, направленное на подрыв сезона, сказал он. Оценив эти события как результат бардака в горнодобывающей отрасли, недры Кыргызстана должны служить интересам народа и государства. Наше будущее связано с чистой экологией. Мы обязательно сохраним чистую экологию страны, подчеркнул Сорумбай Джейнбеков. Также в рамках визита он посетил школы и ознакомился с инновационными проектами в городе Балыкчи. О втором дне поездки главы государства в Исокольскую область расскажет Джебек Шашенбеева. Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать в нашей школе, богатой традицией, богатой историей нашей школы. Старожилы говорят, что первое упоминание школы Толстого приходится на 1923 год. Во второй день своей рабочей поездки в президент Сорумбай Джейнбеков посетил одну из знаменитых школ города Балыкчи, инновационную гимназию, которая носит имя Льва Толстого. Эта школа тесно сотрудничает с местными властями, родительским комитетом и бывшими выпускниками. Так, с их помощью были отремонтированы многие объекты учреждения. Президент, осмотрев учебные кабинеты и здания школы, выразил удовлетворение деятельностью руководства и коллективом учебного заведения. Он особо отметил помощь выпускников школы, которые, находясь за рубежом, инвестируют в развитие системы образования своей малой родины. Также глава государства ознакомился с деятельностью школы номер 10 Манас, в которой обучаются более 2000 учеников. Директор этой школы отметил, что с 1991 года здесь не проводился капитальный ремонт. Из-за этого она нуждается в замене всех старых оконных рам, а также в новой системе отопления. Сорумбай Джейнбеков поручил в скором времени провести ремонт 10-й школы. Он также с благодарностью подчеркнул, что эти школы вместе с другими учебными заведениями республики вовлечены в реализацию госполитики по цифровизации. После этого президент встретился с местными жителями. Выступая перед ними, он отметил, что развитие регионов – это не только строительство соцобъектов, но и помощь нуждающимся – сиротам и вдовам. Если в прошлом году размер пособия составлял 3000 сомов, то сейчас его увеличили еще на 1000 сомов. Важно помогать им все вместе, отметил Джейнбеков. В некоторых регионах появились хорошие инициативы в этом направлении. Встречался с соотечественниками в России, Турции и Германии. Все они говорят, если Акимы главы Айлюк Мюрту организуют, мы готовы помочь. Гопту Курсу Гольболот, ведь это общее дело. Поэтому на местах мы должны всем миром взяться за это дело и помогать нуждающимся и сиротам. Президент, общаясь с жителями региона, сообщил, что недавние события на Хазыл-Ом поле были политизированы. Вполне известно, кто за этим стоит, сказал он, заявив, что этот переполох можно оценить как злоственное действие, направленное на подрыв туристического сезона. После этого он еще раз подчеркнул, что добычи урана в Кыргызстане не будет. А эти события глава государства оценил как бардак горнодобывающей отрасли. Сейчас объявлен мораторий на выдачу новых лицензий. Идут разбирательства, пояснил он. В настоящее время лицензии выдаются лишь на добычу песка, гравия и земли. А выдача лицензий на добычу полезных ископаемых приостановлены. Недры Кыргызстана должны служить интересам народа и государства. Наше будущее связано с чистой экологией. Со своим экологически чистым продовольствием мы можем выдержать мировую конкуренцию. Мы принимаем меры по производству и экспорту такой продукции на внешние рынки. Мы обязательно сохраним чистую экологию Кыргызстана. Кроме того, президент ознакомился с работой проекта «Умный и безопасный город», который был внедрен в Балыкчи еще в прошлом году, а также с другими инновационными проектами мэрии города. Глава ГРС Алмаз Мамбетов презентовал все реализуемые проекты в местности, отметив, что в скором времени здесь будет создан электронный реестр, электронная карта города и начнет работать электронная платформа по муниципальной собственности. А также будет внедрен электронный учет поступивших в мэрию жалоб. На сегодня в рамках проекта «Безопасный город» установлены видеокамеры двух типов. Наряду с ними установлены 84 камеры видеоконтроля, благодаря которым в настоящее время раскрыты 19 преступлений. Во время встречи с жителями президент похвалил за эту инициативу мэрию города Балыкчи. В Балыкчи одними из первых по всей республике смогли внедрить систему безопасного города на свои средства. Они сразу же поддержали нашу инициативу и реализовали данный проект. Это стало большой неожиданностью для многих. Руководство данного города предпринимает большие шаги для цифровизации на данном участке. Они хорошо постарались. Реализация проектов, связанных с цифровизацией – основное требование времени. Президент отметил необходимость распространения этого и других проектов по цифровизации во всех регионах страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова